Эй, не так быстро, злодей! Эта тюрьма как раз для тебя! Ты и твоя команда печеней за всё заплатите! Ох, есть на полный желудок очень сложная работа! Но если я осилю ещё одну коробку, у меня будет 20 этикеток! А это значит, что я получу модель Супер Пижама, мою любимую игрушку! Не могу дождаться! Сэм, не забудь, у нас скоро обед! Обед? Ох, что-то мне нехорошо! Ох, ох, по-моему, это был не я! Эй! Ох, сначала они испортили мне обед, а теперь пытаются доставить неприятности кому-нибудь ещё! Кто-то должен остановить их! Это сможет сделать! Пижама Стэн! Конечно, мне понадобится супер пижамный плащ! Ага! Ай! А! 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 Пур! Пур! Ага! Пур! Держитесь, печенье! Больше вы не будете мешать мне обедать! Ведь за дело берется пижама Сэм. Печенье будет несложно найти. Кладовая! Ну, конечно! Эй, здесь есть кто-нибудь? Здесь никого нет, кроме солений. Ну, печенье? Я знаю, что вы здесь. Что? Эй, щекотно! Ха-ха-ха! Перестаньте! Куда вы меня ведете? Ой! Как интересно! Скорее пижама Сэм. Неда исчезла без следа. Ну, прежит пижама Сэм. А-а-а! Вот это да! Праздник! Праздник! Отличный праздник! Да! Ух, да здесь у вас праздник! Я бы тоже хотел побыть с вами. С нами? Можно? Я люблю праздники со сладостями. Ах, да! Ну, конечно! На этот праздник приглашаются все, кто поддерживает партию сладостей. Для нашей радости. Варенье, желе и печенье. Веселый праздник у нас. Интересно, почему эти печенья имеют такой странный цвет? Веселый праздник у нас. Здесь радость, шутки, чесни, смех. Это вкусное шоколадное печенье. Восходное шоколадное печенье. Ого! С виноградом! Обожаю это блюдо Кажется, это работа для пижамы Сэма Ох, и как я мог все это съесть? Ну, конечно Ну, спасибо всем У вас отличный праздник Но мне пора уходить У меня скоро обед И я не хотел бы его испортить Мама приготовила мне суп Ох Средатель Бросить его в тюрьму? Да В тюрьму его? В тюрьму? Точно Можешь пока побыть здесь, малыш В следующем месяце мы проведем суд В следующем месяце? Но скоро мне нужно будет обедать Скажи это кому-нибудь другому А теперь прошу простить меня Мне нужно вернуться на праздник Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Меня зовут Сэм. Я Флоретта. Ты тоже политический заключенный? Я не знаю. Думаю, меня привели сюда, потому что я сказал, что не хочу портить свой обед. Ммм, сладости не всегда дружат с другими продуктами питания. Но я не продукт питания. Конфеты. Я такие люблю. Ой, какой замок. Эй, по-моему, это... Ой, ой, я не хотел ничего ломать. Но, может быть, это мне пригодится? Этот ключ откроет дверь тюрьмы. По-моему, это не сработает. Жаль, что я не могу достать ключ. Если бы этот ключ висел не так высоко. Если бы этот ключ был немного ближе. Флоретта, как вы сюда попали? Вы тоже не хотели портить свой обед? Я один из делегатов мирной конференции, которая проходит в пищевой пирамиде. Мирной конференции? Да. Делегаты от всех продуктовых групп договорились собраться вместе и уладить конфликты. Я представляю овощи. Ох! Мирной конференции Да. Ключ у меня. Думаю, я заслужил небольшую награду. Ура! Тюрьма открыта! Сэм, у тебя получилось! Быстрее, давай выйдем отсюда до того, как сладости вернутся. Ну, пойдемте. Войска сладостей! Нам лучше не попадаться им на глаза. Я должна как можно быстрее попасть на мирную конференцию в пищевой пирамиде. Спасибо за то, что ты спас меня, Сэм. Ты настоящий герой. До встречи! Ой! Эти войска не будут мне мешать. Продукты ведь не могут воевать друг с другом. Но я не хочу это проверять. Я не смогу пройти туда, пока там находятся солдаты. Ух ты! Какое интересное здание! Нет, генерал, нет! Здравствуйте, Флореса! Это и есть мирная конференция, да? Да, верно. Рада снова видеть тебя, Сэм. Ой! Прошу прощения, но, по-моему, мы не встречались. Нет. О, простите. Это пижама Сэм. Сэм, это Люк, представитель жиров и сладостей. Меня попросили прийти сюда, потому что у меня отличный вкус. Понятно. Эти кресла предназначены для четырёх других делегатов конференции. Хорошо, что ты смогла прийти сюда. Благодаря тебе мы здесь, Сэм. Селина Сельдерей даёт бесплатный урок танцев. Ох, как я люблю танцевать! Здравствуйте, я Сэм. Вы библиотекарь, да? Да, ты прав. Почему вы плачете? Я могу вам помочь? Ох, нет, спасибо. Это всё из-за книги, которую я читаю. Она очень грустная. А какую книгу вы читаете? Это классическая книга? Ну, это... Ну, видишь ли, это... Ну, она не совсем классическая. Она называется «Страсть в Питтсбурге». Я купила её в супермаркете. Понятно? Конечно, в этом нет ничего страшного. Ты действительно так думаешь? Конечно. Ну, только не рассказывай никому, хорошо? Знаешь, я не хочу потерять свой авторитет библиотекаря. Хорошо, я никому не скажу. Спасибо. Да. Привет, Марк! Сэм! Очень рад видеть тебя! Острову Моптоп угрожает опасность! Моптоп? Да, Моптоп! Вот что здесь происходит! Остров Моптоп населяет разные группы продуктов. Сейчас всем управляют сладости и жиры, потому что их слишком много. Именно они являются причиной неприятностей. Генерал хочет объявить им войну. Кажется, это не слишком хорошо. Ты прав. Я решил организовать мирную конференцию. В качестве делегатов были выбраны представители каждой продуктовой группы. Все они должны собраться в пищевой пирамиде и договориться о мирном существовании на острове. По-моему, Флоретта что-то говорила об этом. Да, она одна из делегатов. Проблема в том, что сейчас в пирамиде только два делегата вместо шести. Это плохая новость. Нам нужны все делегаты, или конференция не состоится. Что? Значит, конференция отменяется? Что ж, так я и знал. Значит, можно объявлять войну. Нет, генерал, нет. Конференция скоро начнется. Здравствуйте, я Пижама Сэм. День добрый, Капрал. Вы пришли вовремя. Где рапорт, о котором я просил? Простите, но вы не просили меня ни о каком рапорте. Вообще-то я с вами еще никогда не разговаривал. Да? Что ж, я думаю, хорошо, что вы не принесли мне рапорт. Подождите, вот зачислю вас в действующую армию. Да, Сэм, есть еще кое-что. Я должен остаться здесь и предотвратить объявление войны. Поэтому кто-то должен найти четверых делегатов и привезти их сюда. С ними случилось что-то плохое, иначе они были бы здесь. Я помогу вам найти их. Пижама Сэм всегда помогает тем, кто просит. Но как я их узнаю? Это легко. Все они носят соломенные шляпы. Люк и Флоретта уже здесь. Отсутствуют следующие делегаты. Чад Чеддер, Боб Сурок Седьмой, Антоновка и Пьер. Что это? Карнизон сладостей только что прошел по главной площади? Это война, говорю вам. Нет, генерал, подождите. Ух, нужно как можно скорее найти делегатов и привезти сюда. КОНЕЦ. 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 Эй, большой пончик, к тому же он качается. Привет, я Спринг, я Сэм, прошу прощения, я не знал, что вы, то есть я хочу сказать, нужно было сначала спросить, ничего страшного, мне нравится кататься, у меня небольшой выбор, ведь я привязана к дереву, понятно. Какое отличное дерево, по-моему здесь кетчуп и другие приправы, я не могу попасть туда, кажется, для меня это слишком далеко. Здравствуйте. Привет. Вы носите соломиную шляпу, вы один из делегатов мирной конференции? Конечно, я Чак Чеддер, искатель приключений. Я Пижама Сэм, вам нужна помощь? Думаю, да. Я прыгал с парашютом и попал на этот выступ, теперь я не могу спуститься отсюда. Я постараюсь что-нибудь придумать. Тут очень признательный Пижама Сэм. Отлично, этикетка. Тихо, лавиноопасная зона. Тихо. Понятно. Здравствуйте, я Пижама Сэм. Это лавиноопасная зона. Если ты будешь шуметь, с горы может сойти снежная лавина. Ох! Не трогай его. Хорошо. Это же праздничный рог. В него можно дуть только тогда, когда я найду ответ на вопрос, над которым размышляю. Понятно. Кажется, это очень громкий рог. Да. Мне он очень нравится. Я нашел этикетку. Я Сэм. Меня зовут Силабус Мудрый. Я здесь размышляю. Размышляете? Я нахожусь здесь, на вершине горы знаний. И размышляю о тайнах Вселенной. А над чем вы сейчас размышляете? Я размышляю над вопросом о природе сыра. О, я люблю сыр. Быть может, ты поможешь мне найти ответы на сложный вопрос о природе сыра. А на какие три части вопроса вы хотите получить ответы? Во-первых, я хочу знать, какая вилка называется сырной. Хм, я этого не знаю. Во-вторых, из какого сыра сделана луна? Так луна сделана из сыра. В-третьих, какой сорт сыра считается лучшим для бутерброда? Хм, хороший вопрос. Я расскажу вам, если смогу найти ответы. Спасибо, малыш. Фуникулер. Интересно, куда он может меня привезти? Лыжи. Здесь есть все, что нужно лыжнику. Здесь еще одна этикетка. Лыжи и палки всем желающим. Здесь несколько разных дорожек. Ох, я хочу покататься на лыжах. Разбегайтесь. Продолжение следует... Это было здорово. Вы очень много работаете. Лавины очень опасны. Ах, да. Привет. Как у вас сегодня дела? Хорошо, спасибо. Мы охранники. Да, мы охраняем... Эмм... Вход. Вот этот вход. За нами. Мы его охраняем. Понятно. Стоять. Вход только для бахчевых. Значит, я не могу пройти внутрь? Вход только для бахчевых. Ох, ну посмотрим. Бахчевым сюда нельзя. Нет, это неправильно. Вход только для бахчевых. Вход только для бахчевых. А... Он не похож на бахчевую культуру, поэтому... А это значит... Поэтому ему сюда нельзя. Вход воспрещен. Пройти могут только бахчевые. А ты не бахчевая культура. Бахчевая культура. Прости. Хорошо. О, еще одна этикетка. Ох, никогда бы не подумал, что на деревьях могут быть такие вещи. Я хотел бы поближе посмотреть на это дерево, но я не знаю, как подобраться к нему. В тюрьме очень плохо. Я не хочу возвращаться туда. Вам нравится танцевать? Нет, мне больше нравится читать. Это Антоновка. Я еще не нашел ее. Нужно как-нибудь помочь Чаку Чеддеру. Сохранить. Как у тебя дела, Сэм? Я нашел одного делегата. Отлично. Где он? Он застрял в горах. О, понятно. Помоги этому делегату добраться сюда как можно скорее. Пижама Сэм готов выполнить задание. ЧТО? 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 ЧТО?